МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Феномен отсутствующего времени. Куда утекают часы и минуты во время шопинга? Когда он позвонил на базу во второй раз, те с удивлением ему ответили, что час назад за ним уже выезжал грузовик. Небесные инвестиции. У какого божества стоит просить удачи в торговых делах? Нужно из воска вылить его фигуру. Верхняя часть тела должна быть полностью похожа. Голова, волос, лицо. Ведьмина пятница. Что происходит на фондовом рынке в колдовской день? Массовая активизация породила ощущение, что как будто какая-то магия воздействует на людей. И маги с Уолл-стрит. Какие тайны скрывают удачливые биржевые игроки? На сегодняшний день участники биржевой торговли не столько какие-то банковские воротилы, сколько обычные люди. Также вы узнаете, куда пропадают посетители рынков, зачем Гермесу жезл, кто охотится на скот в Пакистане, и можно ли выжить, проведя месяц без еды и воды. На Восточном базаре вещь может стоить в 10 раз дороже номинала. Продавец снизит цену, а иногда даже продаст товар себе в убыток, если покупатель будет грамотно торговаться. В древности считалось, что без спора между продавцом и покупателем торговля невозможна. А эзотерики полагают, что торг – это вообще магический ритуал. Какую же тайну скрывают рынки? Места, где ведется торговля, испокон веков, были связаны с различного рода мистикой. Многие из нас наверняка замечали, как, бродя между прилавками, теряешь ощущение времени. Человеку кажется, что прошло несколько минут, на самом же деле минуло несколько часов. Когда ученые начали исследовать такие провалы во времени, происходящие с людьми, они обратили внимание на странное поведение людей. Наблюдалась депрессия, вялое настроение, потеря аппетита, потеря сна. То есть люди как будто бы действительно испытали странный стресс. Во временную яму на рынке на острове Кейп-Код 1 октября 1966 года попал летчик ВВС США Роберт Мэттьюс. Он позвонил из телефона автомата на городском рынке, чтобы за ним прислали машину. Через 4 минуты он увидел над рынком странное свечение и снова позвонил на базу, чтобы сообщить об этом. Когда он позвонил на базу во второй раз, те с удивлением ему ответили, что за ним уже выезжал грузовик более часа назад. Где он находился в это время, никто не знает. Водитель рассказал, что искал Мэттьюса возле телефонной будки на рынке, однако летчика там не было. Куда же он подевался? Эзотерики считают, что он мог оказаться в энергетическом портале, который открывается в местах, где ведется бурная торговля. О них расскажем через несколько минут. Исчез и английский шахтер с польскими корнями Зигмунд Ян Адамский. Загадочное происшествие случилось в июне 1980 года. Он и его семья готовились к празднику. Это должна была быть свадьба крестницы. Он был в хорошем настроении и пошел на рынок за продуктами. И не вернулся. До рынка было всего несколько минут. Куда же он мог исчезнуть? Полиция начала розыск. Продавцы вспомнили, что разговаривали с Адамский, но вот с заворотами рынка его никто не видел. Будто бы он и не покидал его территорию. Вскоре пришла печальная новость. Нашли тело пропавшего шахтера. Началось расследование. И с удивлением, через пять дней тело Адамский нашли на угольной куче. В 50 километрах от того города, где он проживал. Совершенно чистый. Как будто не заползал туда. А как будто его туда просто аккуратно сверху положили. Признаков насильственной смерти не обнаружили. Коронер выдал заключение, что Адамский умер незадолго до того, как было обнаружено его тело. При этом ничего не указывало, что пять дней после исчезновения мужчина голодал или скитался по улицам. Выдвигались совершенно разные версии того, почему он умер. И что он был похищен инопланетянами. Над ним совершали какие-то эксперименты, что его сердце просто-напросто не выдержало. Впрочем, полицейские в НЛО не верили. Проанализировав факты, они пришли к мнению, что Адамский каким-то образом переместился с территории рынка не только в другое место, но и в другое время. При этом организм 56-летнего мужчины не выдержал этого путешествия. Загадочная история произошла и на одном из российских рынков. Один мужчина прибыл на рынок, чтобы купить продукты свежие. Перед ним стояла девушка в очереди. Одежда у нее была настолько старая, которая давно вышла из моды. Он был удивлен. И когда очередь подошла к этой девушке, она вдруг протягивает продавцу купюру, которая давно вышла из оборота. Продавец отказался принимать незнакомые деньги. Странная покупательница ушла ни с чем. Мужчина, стоявший за ней, решил проследить за девушкой. Однако, покинув рынок, она будто бы растворилась в воздухе. Рынок – это такое место, где происходит слияние разных пространственных временных континуумов. И в этот момент бывает слияние миров. В этот момент, видимо, портал раскрылся, и девушка оказалась в сегодняшнем времени. А мужчина увидел ее. Эзотерики уверяют, что сквозь порталы на рынке проникают существа из других миров. Так, например, сторожа на рынке в пакистанском городе Карачи регулярно видит странное черное существо с горящими глазами. Первый охранник, который дежурил ночью, увидел темное существо, похожее на собаку, полтора метра ростом, с горящими красным цветом глазами. Интересно было то, что это существо могло подпрыгивать на достаточно большую высоту. Когда он рассказал об этом своим коллегам, охранникам, те сначала не поверили ему, но потом второй охранник, который дежурил в другую ночь, также увидел подобное существо. На рынке в Карачи продавали в том числе и скот. Он и заинтересовал загадочное существо. Сторожа обнаружили, что загадочный пришелец загрыз 11 коз. По рынку прошел слух, что к ним повадил заходить чупакабра. В свое время в Мексике подобные инциденты были связаны с появлением так называемой чупакабры, или козьего вампира. Чупакабры очень часто ловили, но не могли поймать. И вообще появление чупакабры, как криптозоологического феномена, который то появляется, то исчезает, и практически неуловим связывает с тем, что это существо может появляться из параллельного мира. Это кадры, которые были сделаны на рынке в английском Телфорде. Мы видим, как по лестнице на складе поднимается какая-то тень, и по пути сбрасывает несколько ящиков. Незваного гостя видели и охранники на рынке. Работники этого рынка и работники помещения подтверждали, что помимо падающих коробок в этом месте происходят странные события. То они слышат какие-то голоса, то хлопает дверь сама по себе, то сушилка для рук неожиданно включается, когда в помещении совершенно никого нет. Странное существо было замечено и на рынке Нагаити. В 2010 году столицу страны Порто-Прэнс разрушило страшное землетрясение, пострадал и городской рынок. Торговцу рисом Эвану Монсе чудом удалось выжить после того, как он провел 27 дней под завалами. Гаитянин утверждает, что ему помогал таинственный человек в белой куртке, который каким-то образом проносил под завалы воду. Однако спасатели уверяют, что это невозможно. Но что, если таинственный незнакомец проходил через магические порталы? Тут можно говорить о том, что вероятнее всего, то ли из загробного мира, то ли из подземного, то ли из параллельного мира. Под воздействием психической энергии, которая существует на рынке, где идет активная торговля, проявляются вот эти феномены в результате того, что открываются эти измерения в наш мир. И эти существа могут проникать к нам в наш мир. Много аномальных явлений наблюдают на рынках, где продают старые или непригодившиеся вещи. Их называют блошинами рынками. Почему рынки, где торгуют старыми вещами, называют блошинами? Раньше поношенная одежда и старая мебель кишели насекомыми, в том числе и блохами. Впервые такие рынки появились на северных окраинах Парижа. Бедные горожане, чтобы хоть что-то соработать, несли туда ненужные вещи. Мистика связана не только с базарами, но и с биржами, где заключаются сделки в отсутствии самих товаров. Копенгагенская биржа была основана еще в 17 веке. Сейчас ее историческое здание на острове Слотсхольмен – одна из достопримечательностей столицы Дании. 56-метровый шпиль украшают четыре драконьих хвоста, скрученных между собой. Считается, что эти переплетенные хвосты драконов уберегают биржу от врагов и от пожаров. И действительно, когда рядом происходили всевозможные пожары, которые очень сильно повреждали близостоящие здания, то датская биржа оставалась нетронутой. В конце 18 века шпиль стал ветхим, и его заменили на точно такой же. И хвосты драконов магическим образом до сих пор оберегают это здание. Мистика сопровождает и торги на финансовых рынках. Возьмем, например, выражение «Ведьмина пятница». В этот день одновременно истекают сроки фьючерсных контрактов и опционов на фондовые индексы и акции. Звучит сложно. Важно знать, что в это время на рынке происходят и в самом деле странные вещи. За час до завершения работы биржи, соответственно, в третью пятницу, марта, июня, сентября и декабря, происходит массовое оживление, потому что люди пытаются мучительно решить, выгодно ли мы или невыгодно что-то купить или что-то продать. Это вот массовая активизация, она и породила такое ощущение, что как будто какая-то магия воздействует на людей. Много мистических историй связано с таким понятием, как кукловод или кукл. Так называют крупного игрока на фондовом рынке, который способен изменить цену актива. По сути, это сила, которая правит биржей. Считается, что это крупные финансовые игроки, которые скупают акции на суммы от 10 миллиардов долларов и выше. И они управляют вот этим вот как бы рынком, скупая и продавая акции, заставляя акции то расти, то снижать свои котировки. Считается, что кукловодами являются крупные инвестиционные компании и фонды. Но есть мнение, что за этим словом скрываются некие могущественные и загадочные сущности. Есть и такая теория о том, что рынком управляют информационно-энергетические сущности параллельного мира. Или, скажем так, эгрегоры, которыми управляют маги. О том, что влияние на покупку и продажу акций, на рост котировок могут влиять потусторонние силы. С чем же связана вся эта чертовщина? По всей видимости, с тем, что объединяет багдадский базар и нью-йоркскую биржу. С самим процессом купли-продажи. Но что в нем не так? В одной известной песне есть строки о самых известных шоколадных батончиках, которые герой держит в руках. Возможно, сами того не зная, авторы угадали тайну, скрытую за рыночными отношениями. Предположим, что речь идет не о шоколадных батончиках, а о сущностях, которые на самом деле движут торговлей. Про Марса все понятно. Это бог войны. Правая рука, Янская, мужское начало. Известно также, что война является не только двигателем прогресса, но и торговли. Во время войны крупные корпорации по производству оружия, пороха и различной военной техники, а также биржевых операций, такие компании на Уолл-стрит зарабатывают огромные деньги. А вот кто такой сникерс? В английском языке сникерсами называют кроссовки. Само это слово, производное от глагола сник, что значит незаметно подкрасться. То есть, в отличие от классических туфель, в них можно было ходить тихо и бесшомно. В этом смысле сникерсы были преемниками древнегреческих сандалий с кожаной подошвой. Как известно, сандалии, особенно крылатые сандалии, собственно говоря, носил бог Гермес, бог торговли. И вот тут-то вырисовывается интересная картина о том, что, когда в правой руке сникерс, то есть война, в левой руке мягкие сандалии бога Гермеса, бога торговли, и вдвоем они взаимодействуют между собой, принося большую прибыль и удачу в делах, в торговле и бизнесе. Гермеса чаще всего изображали в виде юноши, в шляпе с загнутыми краями, в золотых сандалиях с крылышками и золотым магическим жезлом, украшенным двумя змеями. Помимо покровительства торговцам, Гермес помогал путникам, насылал своим волшебным жезлом вещи и сны. Кроме того, у него было еще одно чрезвычайно важное занятие. В Древней Греции бога Гермеса называли психопомпом, проводником, который сопровождает души умерших в царство Аида. И иногда даже может вернуть покойного к жизни. Но почему же бог, покровитель торговли, так интересовался потусторонним миром? Греки верили, что душа человека превращалась в некую воздушную субстанцию и отделялась от тела. И Гермес переносил ее в царство Аида. Есть гипотеза, что души и царство мертвых возникли уже в поздних версиях мифа про Гермеса. На самом же деле он сопровождал не души, а что-то еще. И не в преисподнюю, а в какое-то иное место. По мнению мифологов, в ранних версиях легенд Гермес собирал энергию, которую люди выделяют на рынках. Известно то, что любая торговля, биржевая, рыночная, да и в принципе любое получение прибыли соответствует выделению у людей большой психической энергии. Люди входят в азарт, люди проигрывают, люди выигрывают во время биржевой торговли или торговли на рынке. Соответственно, они начинают излучать большое количество психической энергии в виде эмоций. На всех рынках принято торговаться. Именно этот процесс вызывает самые яркие и мощные эмоции. В странах Ближнего Востока и Средней Азии принято, чтобы продавец и покупатель общались долго. Если вдруг покупатель зашел к продавцу и тут же вышел, это означает, что либо продавец не умеет общаться, либо у него товар настолько некачественный, что покупатель даже не счел там возможным остановиться поговорить. Это целый процесс, который может занимать до часа времени. Ты должен посмотреть на товар, но не создавать видимость, что этот товар тебе нужен. Обходить вокруг него, искать недостатки. Торговец обязательно будет скидывать помаленьку, помаленьку, пока вы не дойдете до цены, которая устроит обе стороны. При этом в каждой стране есть свои особенности при покупке товаров. В Египте, например, торговаться можно даже в магазине. Более того, делать это необходимо, так как цены, как правило, сильно завышены. Такая же ситуация и на рынках Индии. Если индус видит, что вы из другой страны, цена может быть в 4, в 5, в 10 раз выше. Поэтому, если вам предлагают что-то купить, обязательно делите цену как минимум в 4 и следите за реакцией. Индусы заведомо закладывают очень высокий процент от продажи. В Болгарии можно торговаться даже в такси. Таким образом, можно снизить цену больше, чем на половину. В Турции продавцы внимательно смотрят на то, как одет покупатель. Если богато, скидки ждать бессмысленно. Человек сильно издалека. Это предполагает, что у него явно есть деньги. Особенно, если он, скажем, хорошо там одет. Это предполагает возможность продать товар, даже бывает не в 3 дорога, а в разы больше. Если вы хотите торговаться, во-первых, следует знать реальную цену интересующего вас товара. Для этого лучше обойти несколько точек. А еще лучше побывать на других рынках. Во-вторых, нужно назвать цену, которая чуть ниже рынка. Чтобы у вас был люфт для того, чтобы повышать. Чтобы вы устраивали правила игры, а не торговец для вас. В-третьих, обязательно хорошо рассматривайте товар. Ищите все сколы, недостатки. Это будет существенным мотиватором того, почему нужно снижать цену. Для того, чтобы получить серьезную скидку, покупатели часто придумывают легенды. Кто они и откуда прибыли. Не надо говорить, что вы, скажем, большого города. Ну, скажем, я практически никогда не говорю, что я с Москвы. Потому что, говоря, что ты со столицы, ты автоматически повышаешь цену. А когда ты скажешь, что с какого-то маленького там городка, то сразу уже, ну, так скажем, есть возможность, чтобы продавец учел свое там бедственное в кавычках положение, да, и пытался тебе задешевле продать. Также скидку можно получить, если сказать, что буквально через несколько часов вы уезжаете в аэропорт. Самое главное – общаться с продавцом с нескрываемым уважением. Если вы просто на его языке поздороваетесь и спрашиваете, как дела, для торговца это, ну, как дополнительный бал к вам. Обычно они учат русский язык, чтобы с нами выстроить отношения, а тут-то вы пришли и начинаете спрашивать. Во-вторых, он может подумать, а вдруг вы не турист, а местный. Просто долго были за рубежом. Поэтому вам могут дать цену, как местному. По словам эзотериков, именно энергия, которая выделяется у людей в процессе торговли, по всей видимости, и вызывает многочисленные аномальные явления на рынках, вроде внезапного исчезновения людей и появления странных сущностей. Нервная или психологическая энергия, которую выделяет человек, может взаимодействовать с тонким миром и с параллельными пространствами, образуя порталы, именно там, где идет самая активная торговля, начинают проявляться парапсихологические феномены. В качестве вознаграждения за магическую энергию Гермес следил за тем, чтобы торговцы не остались в накладе, а покупатели были довольны покупкой. Что делал Гермес с магической энергией? Эзотерики считают, что он переправлял ее в некий магический центробанк. Но что представляло собой это место? И где находилось? Существует гипотеза о том, что бог Гермес собирал на рынках энергию, которую выделяют продавцы и покупатели в процессе торговли, и переправлял ее в некий магический центробанк. Эзотерики считают, что речь идет о древнем финикийском городе Библ. Он появился на территории нынешнего Ливана около 6 тысяч лет назад. Библ оказался одним из мировых таких торговых перекрестков, что оказалось фантастически выгодно для, конечно, находящегося недалеко Египта, с одной стороны, с другой стороны, для островов торговых, таких как, скажем, то же самое Кипр, Крит. Жители Библа считались торговцами от бога. Предполагалось, что в начале первого тысячелетия до нашей эры именно купцы из Библа в поисках новых торговых возможностей обогнули Африку и достигли Индии. По-гречески город назывался Библос, а по некоторым данным Баблос – говорящее название для торгового города. Транскрипция города по-разному звучит. Кстати, Баблос очень похож на слово бабосы, бабло, ну, известное нам на сленге, когда люди выражаются. Это не даром, потому что каждый звук имеет определенную вибрацию, как мантра. И я могу так сказать, что именно первые рынки, первая торговля, которая появилась у людей, она возникла 6 тысяч лет назад, именно в Библосе. При любой власти Библа оставался важным торговым центром. Почему? Возможно, это связано с мистической покровительницей города, богиней Баалат-Гебал. Она, как и Гермес, отвечала за торговлю. Богиня была символом торговли, торговых сделок, фактически как бы зарабатывания денег. Многие ее считали двуликой богиней, богиней удачи, или наоборот, неудачей. Храм Баалат-Гебал использовался без перерыва почти 3 тысячелетия. Его руины сохранились и по сей день. Во время раскопок археологи с удивлением для себя обнаружили, что святилище было посвящено не только богине, но и некому богу-мужчине, по всей видимости, бывшему ей мужем. Возможно, это был хорошо нам знакомый Гермес. Вместе с Баалат-Гебал у них было что-то вроде семейного бизнеса. Вдвоем с мужем Гермес и Баалат-Гебал покровительствовали торговлю финикийцев в древнем городе. Именно в этом храме они собирали энергию денег и уносили ее в свой мир, где, вероятнее всего, они этой энергией питались, они пожирали эту энергию денег, эту энергию страсти людской. Затем Гермес уносил полученную магическую энергию в семейное гнездышко город Баалас. В египетских текстах Библ называется таинственным и скрытым. Изотерики полагают, что он находился не только в нашем, но и в некоем магическом измерении, где как раз и жили Гермес и Баалат-Гебал. Могли ли торговцы заполучить особое расположение богов? Изотерики говорят, безусловно. Для этого нужно было совершить определенные ритуалы. В Национальной библиотеке Франции сохранился папирус, в котором написано, как совершить магический ритуал Гермесу. Нужно из воска вылить его фигуру. Верхняя часть тела должна быть полностью похожа. Голова, волосы, лицо. А нижняя часть изображается в виде столба. Может быть, даже полая. Но обязательно эта фигурка должна быть напитана специальными травами. А далее совершить определенное действие. Пройтись с этой вылитой фигуркой и поместить ее в определенное место. Жезл бога Гермеса считался в Древней Греции фаллическим символом, приносящим удачу. Соответственно, когда кто-то произносит на рынке самое знаменитое русское ругательство, то, сам того не зная, вспоминает древний магический символ. Древние почитания Гермеса передавались из поколения в поколение. Конечно, это в первую очередь жезл кадуцея, который позже проявился уже у бога Меркурия. И, конечно, эти традиции сейчас также передаются. Не случайно продается огромное количество амулетов в виде кадуцея. Не менее известные ругательства напоминают финикийские слова «баалат» и «гебал». Так что древних богов на наших рынках так или иначе поминают постоянно. Прямое отношение к древним ритуалам имеют и многочисленные народные приметы на удачную торговлю. Я и сам много раз наблюдал, что торговцы на рынке проводят ряд ритуалов, которые, скажем так, сопутствуют торговле. Вероятнее всего, эти ритуалы производятся, чтобы задобрить богов «баалат» и «гебал» и «гермеса», для того, чтобы торговцам сопутствовала удача. Так, со времен финикий, считается, что первым покупателем должен быть мужчина. Ему можно скинуть цену или же закрыть глаза на небольшой перевес. Приметы, которые способствуют хорошей торговле, формировались, начиная еще с эпохи древнего мира. То есть с того момента, когда главными людьми в семье были, к сожалению, для женщин только мужчины. Только мужчины распоряжались финансами, и поэтому было важно, чтобы первым покупателям и вообще покупателями были именно мужчины, потому что семейный бюджет был у них. Если же первой пришла женщина, деньги, которые она заплатит, следует отложить, иначе будут убытки. Существуют ритуалы, призывающие покупателей. Так, например, эзотерики советуют взять в правую руку соль, встать лицом к прилавку и сказать «Пешие, езжие, идите сюда, здесь вам место, еда и вода, мне денег, вам товар». А после этого бросить соль через левое плечо. Купцы и торговцы заметили, что когда делаешь определенные действия, торговля идет, ну, на порядок лучше. Считалось, что деньгами с первой покупки обязательно нужно погладить весь товар, это существенно повысит спрос на него. Вокруг торгового места советуют рассыпать монетки. Считается, что это привлекает удачу. Также можно положить несколько рублей под весы. Считалось, если хочешь хорошо наторговать под весы мерные, нужно обязательно положить монетку. У нас на Руси вообще считалось, что золотой пятак – это очень хороший символ торговли и принесет большой успех в делах. Поэтому принято было его носить в кармане. В 90-е годы самым популярным талисманом, притягивающим деньги у рыночных торговцев, был не наш пятак, а американский доллар. На однодолларовой купюре изображен знаменитый политик-масон Джордж Вашингтон и много символов вольных каменщиков. Например, треугольник, обращенный вершиной вверх. Изотерики считают, что знаки на американской валюте могут принести пользу каждому. Для этого существует специальный ритуал, приносящий богатство. Чтобы доллар стал талисманом, предлагается его сложить в виде треугольника. А затем на растущей фазе Луны сказать, буквально в лицо Джорджу Вашингтону, как река притягивает к себе ручей, а реку море, как ночь притягивает к себе день, а день – ночь, так и ты притягивай к себе подобное. Впрочем, работает ли данный метод сейчас, в период западных санкций, большой вопрос. Смотрите далее. Упс, ошибочка вышла. Как потерять сознание за секунду? Вероятнее всего, что-то помешало ему, какое-то помутнение сознания или какое-то непонятное воздействие на него было оказано. Черный рынок на каком африканском базаре не советует показываться туристам? Считается, что если ты туда попадешь и, не дай бог, наступишь на ногу, колдуну, то на тебя навалится невероятное проклятие. Маги с Уолл-стрит. Какие тайны скрывают удачливые биржевые игроки? На сегодняшний день участники биржевой торговли не столько какие-то банковские воротилы, сколько обычные люди. Также вы узнаете, где находится пиратская биржа, чем торгуют на рынке ведьм и как лапша быстрого приготовления помогает заработать миллионы. В древности в порядке вещей были и жертвоприношения на рынках, в том числе человеческие. На месте торговли, конструкции рынка устанавливали такой большой каменный стол, но в нем было пустое пространство, куда замуровали живого человека. То есть это было такое своего рода жертвоприношение для того, чтобы дух этого человека оберегал эту территорию. Возможно, жертвы богам торговли приносят и сегодня. Так жители английского города Литц были шокированы страшной находкой. Возле городского рынка на деревьях нашли тушки кровиков. Некоторые из них были еще довольно свежие, некоторые уже начали разлагаться. Иногда люди увидели, что эти тушки были покусаны собаками, но предположить то, что охотничьи собаки, даже играя, забрасывали тушки кроликов на деревьях, ну, это просто было абсурдно. До сих пор так остается неизвестным, почему же рядом с рынком произошел такой невероятный и даже пугающий случай. Возможно, жертвоприношение кроликов – один из обрядов, посвященный древним богам торговли, доживший до наших дней. Свои ритуалы есть и у тех, кто торгует ценными бумагами на бирже. Так некоторые трейдеры и брокеры верят, что перед торгами не стоит пользоваться бритвой, иначе могут побрить, то есть кинуть на рынки. Брокеры советуют перед совершением сделки понаблюдать за кошками. Есть гипотеза, что для сна они выбирают места, через которые проходят мощные энергетические потоки. И если торговать именно в этих частях помещения, результаты непременно должны стать лучше. На фондовом рынке существуют длинные и короткие позиции. Смысл длинной позиции – купить акции, пока они стоят дешево, а затем продать их, когда подорожают. Короткую позицию открывают в надежде на падение котировок. Есть примета. Если перед торгами вытащить из колоды карту черной масти, надо открывать длинные сделки, если черви или бубны – короткие. У некоторых брокеров есть такое поверье, что лучше продать в минус некоторые ценные бумаги в начале торгов, чтобы дальше их дела пошли в гору. Принести так называемую жертву ценным бумагам. Практикуются и молитвы. Возносят их, правда, не богам торговли, а признанному любимцу – Уоррену Баффету. Американский бизнесмен за феноменальное рыночное чутье и безошибочные прогнозы получил прозвище «Оракул» из Амахи. Считается, если перед началом торгов произнести цитаты из книги Баффета, трейдера ждет удача. Одним из символов торговли является статуэтка БК. Она означает восходящий тренд, поэтому не раз можно увидеть на столах брокеров и торговцах в тех самых БКов с Уолл-стрит. А если ты этого БК разбиваешь, то это плохой знак. Нужно срочно закрывать позицию. Имеют отношение к ритуалам и жесты, которые исторически используют трейдеры. С самого начала своего существования биржи считались местами чрезвычайно шумными. Некоторые операции нужно проводить быстро. Ну, допустим, какая-то компания идет ко дну, и нужно бегом продавать акции. И брокеры наперебой, перекрикивая друг друга, пытаются быстрее сделать выгодную для них ставку. На многих биржах сформировалась своя система жестов. Способ коммуникации, позволяющий быстро передавать информацию в биржевом зале. Если он что-то покупает, то он, соответственно, подавал сигнал, показывая руки, обращенные, соответственно, к себе. То есть он как бы к себе приближает. Поэтому если он показывал ладони тыльной стороной, то он, получается, покупал. Если он продавал, то он, наоборот, показывал, что он отворачивает ладони как бы от себя. Он как бы продавал, то есть терял товар. Сегодня с появлением современных средств коммуникации переговоры с помощью жестов уходят в прошлое. Однако яркие эмоции, сопровождающие торги, остаются. В свое время рынок был уже не просто местом, сборищем людей, которые торгуют. Рынок – это место получения информации. И огромная какафония голосов, масса информации, сборища людей, как деловых, так и тех, кто просто идет мимо. И рынки в средние века с какафонией звуков, с большим количеством людей, каким-то образом даже напоминали сегодняшние фондовые рынки. Эзотерики считают, что эмоции трейдеров имеют чрезвычайно важное значение. Они кормят древних богов торговли и тем самым способствуют удаче. Боги торговли в этом участвуют, потому что именно крик людей, движения активные руками, позволяют выделять много энергии та, которая нужна богам торговли. И так есть гипотеза о том, что рынки изначально создавались как места поклонения древним богам торговли. Неудивительно, что по одной из версий, первыми их стали строить финикийцы, в том числе жители легендарного Библа. По другой, они стали появляться независимо в разных частях света. В Европе были рынки больше централизованными в формате круга, а в мусульманских странах длинные. То есть бывали случаи, когда рынок мог тянуться от одной части города до другой. Таким образом, купцы могли пройти весь город, закупиться товаром и продолжить свой путь. Это было весьма удобно. Один из самых длинных рынков прошлого был порядка полутора километров. Постепенно инфраструктура рынков становилась все сложнее. Нужно было охранять продавцов и покупателей, устанавливать и соблюдать правила обмена, обустраивать территорию. Четыре тысячи лет назад понятие рынок и все вокруг этого связанное уже очень четко, серьезно регламентировалось. И во всех последующих законах, и в ассирийском законодательстве, и в хетском, и в китайском, уже правила рыночной торговли, чтобы никто не обмеривали, не обвешивали, чтобы была честная очень такая политика, соответственно, оплата, она очень серьезно выдерживалась на уровне государственной политики. Практически параллельно с законными рынками появились и черные, где можно было не платить налогов и продавать то, что запрещено. В Европе черные рынки расцвели в 14 веке во время Великого Голода. На них люди приторговывали зерном, продажа которого была запрещена. Как только государство вело какие-то монополии, скажем, на торговлю золотыми и серебряными украшениями, появляются рынки, где можно из-под полы купить золотые и серебряные украшения без каких-то надбавок и без какого-то государственного учета, соответственно, или без клеймения. Соответственно, в дальнейшем торговля тем же оружием, да, или наркотиками. Появлялись специализированные рынки, на которых продавали только определенный вид продукции. Многие из них были весьма экзотическими. По мнению многих путешественников, самые необычные рынки находятся в Африке. Например, рынок Вуду в стране Тога. Его прилавки завалены частями тел животных. Обезьян, собак, крокодилов, антилопы, многих других. Когти льва, копыта жирафа, рога буйвола. Все это может понадобиться для изготовления колдовских ингредиентов. Местные жители предостерегают туристов. Без особой необходимости лучше там не появляться. С наступлением темноты на базар стекаются колдуны. Считается, что если ты туда попадешь, и не дай бог наступишь на ногу колдуну, то на тебя навалится невероятное проклятие, ведь достаточно одного твоего волоска. Одной твоей капельки пота, чтобы колдун Вуду наслал на тебя невероятное проклятие. Дело в том, что магия Вуду считается очень опасной, и нету никаких обрядов или спасения от этой магии. Также на рынке продаются заготовки для знаменитых обрядовых кукол Вуду. Если вы не колдун, покупать такие игрушки в качестве сувениров не стоит. Изотерики уверяют, что сам покупатель или его близкие могут внезапно заболеть. Подобный рынок есть и в столице Боливии. Он называется «Рынок ведьм». Там можно купить зелья на все случаи жизни или ингредиенты для них, например, эмбрион ламы или крылья летучей мыши. Единственный в мире плавучий цветочный базар находится в Амстердаме. Он работает с 17 века. Раньше цветы продавали лодочники, которые подплывали к набережной канала. Сейчас все гораздо масштабнее. Вдоль набережной установлены баржи с цветочными магазинами. Главный товар, конечно же, тюльпаны. Смотрите далее. Упс, ошибочка вышла. Как потерять сознание за секунду? Вероятнее всего, что-то помешало ему. Какое-то помутнение сознания или какое-то непонятное воздействие на него было оказано. Маги Суолл-стрит. Какие тайны скрывают удачливые биржевые игроки? На сегодняшний день участники биржевой торговли не столько какие-то банковские воротилы, сколько обычные люди. Также вы узнаете, где находится пиратская биржа и как лапша быстрого приготовления помогает заработать миллионы. Один из самых больших базаров мира находится в Стамбуле. Он начал работать в 15 веке и сегодня принимает около 400 тысяч покупателей в день. На территории этого рынка расположено более 5000 магазинов, мечети, кафе. Естественно, везде можно попить турецкий кофе и можно поторговаться. Цены на этом рынке, из-за того, что он очень популярный и туда стекается огромная масса туристов, я считаю, немного завышенными. Поэтому, скорее всего, на него стоит прийти больше для того, чтобы посмотреть, что же продается на нем. Посмотреть, как он устроен. В Таиланде, в 80 километрах от столицы, находится знаменитый рынок Меклонг. Он расположен прямо на железнодорожных путях, причем по ним 8 раз в день ходят поезда. Как только раздается сигнал о приближении поезда, торговцы собирают товар. А как состав пройдет, снова раскладывают. Говорят, что железную дорогу проложили через работавший к тому моменту много лет рынок. И продавцы отказались уходить из принципа. А в городе Скуон, в Камбодже, можно посетить рынок насекомых. Самый ходовой товар – жареные тарантулы. Местные считают, что пауки полезны при заболеваниях горла, сердца и легких. Также они используются при изготовлении народной косметики. В современном мире рынки постепенно вытесняют магазины. Эзотерики уверяют, в современных городах из процесса купли-продажи ушла вся магия. Соответственно, высшие силы, следящие за торговлей, в этих местах не показываются. Бал, Адгебал и Гермес как бы незримо следят за тем, чтобы торговля на рынке была честной. Чтобы торговля приносила, как говорится, обоюдную прибыль и торговцу, и покупателю. Именно на рынке люди могут договариваться о цене. В магазине этого сделать нельзя. Но если с улиц городов магия Гермеса постепенно исчезает, то вот финансовый рынок, считают эзотерики, ею полнится. Первая в мире биржа появилась достаточно давно, в 1531 году в Антверпене. Постепенно торговцы начали не просто обмениваться товаром по бартеру, а обмениваться долговыми расписками. То есть ты, по сути, мог привезти пробник товара, и вы могли заключить соглашение, просто объяснив, что именно такой товар будет доставлен в такую дату. И тем самым появились первые, можно сказать, биржевые операции. В 16 веке реальных акций еще не было. На бирже торговали облигациями и векселями. Первые бумажные акции выпустила в 1602 году голландская Остынская компания. Компании, поняв, что им нужны деньги для того, чтобы получать больше денег, предлагали акции за счет прибыли, которую вы получите в будущем. Люди, ну, по сути, давали им деньги, они на эти деньги сооружали, финансировали экспедицию. Экспедиция торговала, продавала, а прибыль делилась между инвесторами. Голландская, английская, остынская компании часто занимались в колониях откровенным грабежом. Инвесторов, впрочем, это не смущало. Удивительно, но и сегодня можно вложить свои деньги в нечто подобное. Инвестировать свои средства можно в самые невероятные предприятия. Например, в Сомали существует пиратская биржа. Жители страны могут вложиться в организацию нападения на торговое судно. И если оно удастся, преступники поделятся добычей. Небывалая доходность акций остынских компаний породила финансовый бум. И в 18 веке появились официальные фондовые биржи. Сначала в Лондоне, и вскоре после этого в Нью-Йорке. Ее появление было настолько, что называется, необходимо, что люди еще до официального открытия начинали работать в кофейнях, в библиотеках рядом и обмениваться торговыми соглашениями. Первая сделка вообще в Нью-Йорке была заключена под платановым деревом. Так она и называется. Первая платановая сделка. После чего это приобрело необходимый формат и появилась целая инфраструктура. В современном мире биржи делятся на фондовые, где торгуют ценными бумагами, товарные и валютные. Фондовые биржи объединяют компании, которые хотят продать акции, и инвесторов, которые хотят купить ценные бумаги. Профессиональных участников торгов, которые обеспечивают взаимодействие инвесторов и эмитентов, называют брокерами, игроков, которые непосредственно занимаются куплей и продажей активов, трейдерами. Ближе к концу 20 века доступ на биржу получили обычные люди, то есть которые могли посредством электронной торговли покупать или оплачивать какие-то торговые операции и тем самым зарабатывать. На сегодняшний день участники биржевой торговли не столько какие-то банковские воротилы, сколько обычные люди. История фондового рынка знает множество случаев удивительной удачи. Нередко она связана с нарушением закона. Так, в 2001 году известный европейский предприниматель Ким Дотком купил акции почти обанкротившейся компании менее чем за 400 тысяч евро и заявил, что планируют вложить в нее 50 миллионов евро. Тут же акции на волне вот этой новости, акции этой компании взлетели в пять раз. Что интересно, что потом оказалось, что когда он продал эти акции в пять раз дороже, оказалось, что эта новость была фейком и он не собирался инвестировать 50 миллионов долларов в эту компанию и, собственно говоря, использовал эту информацию только для того, чтобы акции этой компании очень сильно поднялись в цене. А вот шведский бродяга Курт Деггерман, который всю жизнь сдавал пустые банки, заработал миллионное состояние на бирже абсолютно честно. Более 40 лет он жил на улицах маленького шведского городка, не употреблял алкоголя, а все, что удавалось заработать, инвестировал в ценные бумаги и золото. При этом в игре на бирже опирался исключительно на чутье. В итоге после смерти Деггермана выяснилось, что бродяга оставил на счету почти полтора миллиона долларов. А американец Рональд Рид, который всю жизнь проработал уборщиком, заправщиком и подсобным рабочим, заработал на бирже 8 миллионов. Как тут не поверить в помощь богов торговли? Заработок трейдеров далеко не всегда зависит от их опыта и знаний. Многие игроки вообще производят впечатление людей не от мира сего. Так, например, молодой японский трейдер Такаши Категаба за 8 лет превратил 13 тысяч долларов в 156 миллионов. Все это время он питался практически только лапшой быстрого приготовления, чтобы сэкономить время на полноценные обеды и ужины и избежать переедания, которое вгоняет его в сон. То есть он фактически не отвлекался на радости жизни, направляя всю свою психическую энергию только на торговлю. Вероятнее всего, это и было тем таким вот магическим действием, когда боги начинают помогать в торговле акциями. Впрочем, в игре на бирже удивительная удача часто соседствует с невероятным невезением. Так, в 2005 году японский трейдер решил продать одну акцию за 640 тысяч йен. Но что-то пошло не так. Вероятнее всего, что-то помешало ему, какое-то помутнение сознания или какое-то непонятное воздействие на него было оказано, что он перепутал и продал 640 тысяч акций по одной йене. Заработал всего лишь 5000 йен. То есть, фактически, продал акции за бесценок. Неизвестно, верил ли японский трейдер высшие силы, но в такой ситуации имел полное право помянуть Баалат Гебал и всех прочих. Невероятно, но в число самых успешных финансовых менеджеров США 1999 года попала обезьяна. Шимпанзе по кличке Рейвен выбирала, какие акции надо покупать, бросая дротики в доску с названиями компаний. В результате индекс Рейвен достиг прироста в 213%. Верить ли во все, что вы сегодня узнали, решать вам. Смотрите нас по будням в 17.00.